Всем привет! Вот я и добрался до персонажей в Far Cry 4, поэтому советую вам присесть поудобнее и внимательно слушать. Итак, поехали! Ну и наверное, стоит начать сегодня выпуск не с главного героя, а его предков. Первый это Махан Гейл, самый великий предводитель Золотого Пути, о котором позже, а также отец Аджая. Керати о Махане знает каждый человек, говоря о его великих подвигах и достижениях. Махан очень сильно ненавидел Пейгана Мина за предательство в королевской армии и после чего желал его смерти. Махан умер от рук своей жены Ишваре Гейл. Она убила его за убийство ее дочери Лакшманы. Из-за чего произошла эта трагедия? Ну лично мне кажется, что Махан узнал о венчании Ишваре с Пейганом, но Лакшмана была дочерью Мина, поэтому он и решил ее убить. Ишваре Гейл, это мать Аджая Гейла. Ишваре была женой Махана, но позже влюбилась в главного врага своего мужа Пейгана Мина. Ишваре умерла от грудного рака в Америке. Аджай Гейл, это главный герой игры. Аджай приехал в Керат, чтобы развить прах своей матери Ишваре на ее родной земле. Он во многом похож на Джейсона Броди, а именно начинаниями в борьбе с врагами и выживанием в дикой местности. Аджай родился в Керате, но позже Ишваре забрала его с собой в США. Там его и воспитали, как настоящего американца. Но главной целью в Керате не был прах Ишваре, а вступление в Золотой Путь и убийство Пейгана Мина. И смотря на то, что его детство прошло в Америке, Аджай там умудрялся доставлять своей матери немалых лапот. Он связался с дурной компанией и был схвачен во время вооруженного грабления, приведшего гибели продавца в магазине. Сам Аджай не был убийцей и пошел на сделку с полицией. Чтобы не сидеть в тюрьме, он назвал имя того, кто спустил курок. Позже Аджай узнал, что ее мать умирает от рака груди. Она не рассказала ему о своей болезни. И теперь, когда рак дал о себе знать, у него осталось всего несколько дней, чтобы попрощаться со своей матерью, лежащей в косписе. Последний разговор, который в них состоялся, был о Керате. И Швари рассказывал ему о чудесной стране, из которой они были вынуждены бежать, и о том, что она не успела сделать, пока жила там. Несколько недель спустя, читая завещание, Аджай узнал, что последней волей его матери было отвести ее прах в Керат. И испытывая странную месть грусти и любопытства, Аджай едет через Индию в Керат, чтобы выполнить последнее желание матери. Пэйган Мин является главным антагонистом игры. О прошлом Пэйгана много чего сказано. Он родился в Гангкоке. Его отец был наркодилером в золотом треугольнике. Его отец был мелкой рыбкой в большом пруду, и поэтому Пэйган рос амбициозным человеком. Его позерство послужило причиной разрыва между отцом и сыном. Пэйган работал на своего отца, но ненавидел его. Его не устраивало собственное положение, а отца он считал динозавром, пережившим свое время. После смерти отца, Пэйган унаследовал небольшой кусок пирога. Он сменил имя, назвавшись Пэйганом, в честь бирманского короля древности, который истребил свою семью, чтобы получить власть. Он забрал себе самое крупное достояние своего папаши и начал набирать себе собственную регулярную армию. Но он один не смог бы захватить весь свой город. Поэтому его взор пал на маленькую и бедную страну Керат, которая впоследствии была им захвачена. И после этого и появился Золотой Путь, пытающийся противостоять армии Пэйгана. Он может умереть разными способами от рук Аджая в конце, а каким – решать вам. Дарпан – это тот человек, которого Пэйгана захватил вместе с Аджаем в автобусе в самом начале ролика. Дарпан является главным предводителем Керата после смерти Махана, но он был убит от рук Деплера в начале игры. Сабал – лидер восстания Золотого Пути. Сабал рос во времена, когда Золотой Путь находился в упадке. Погибший Махан Гейл стал для маленького Сабала кумиром. Повзрослев, Сабал решил возродить Золотой Путь, чтобы тот снова начал представлять собой реальную угрозу для Пэйгана Мина. Он сыграл в этом возрождении ключевую роль. Сабал больше всего заботится о культурном наследии Керата. В поисках ответов Сабал обращается к религиозным текстам и учениям Киры. К тому же он достаточно умен, чтобы понимать, что религия – это действенный политический инструмент. Именно поэтому его взгляды вызывают такое недовольство у Амиты. В миссии, где нам предстоит выбор, Сабал голосует за освобождение пленных, говоря о нехватке солдат. Амита. Еще один лидер восстания Кират. Амита никогда не видела своих родителей. Ее вырастили дядя и тетя, которые всегда поддерживали Золотой Путь, и его лидера Махана Гейла. Впрочем, эта любовь Мите не передалась. Она ненавидела Махана и его методы. Она знала, что он хочет сохранить в Кирате старый строй. И даже если Золотой Путь победит, страна по-прежнему будет находиться под гнетом традиций. Она быстро поняла, что Золотой Путь ведет безнадежную войну, потому что даже победив, они не смогут удержать Кират. Инфраструктура страны находится в плачевном состоянии, и даже независимость не поможет поднять Кират из руин. Для этого нужен финансовый фундамент. Она считает, что наркоторговля может стать хорошим источником дохода для Золотого Путь. Амита старается действовать незаметно и планировать все на несколько шагов вперед. Но ей все равно приходится показывать свою силу, ведь у Сабала, ее основного противника на Золотом Пути, тоже много последователей. Амита очень спыльчива, но тем не менее очень красива. Юма Лау, или Юма Лау, насрать. Является начальницей собственной тюрьмы Пэгана Мина. Юма знает Пэгана еще со времен своего детства. Она была дочерью босса мафии и видела, как ее отца и мать убили во время совместной операции Интерпола и китайских спецслужб. Целью этих операций была зачистка Гонконга и устранение нескольких наркобаронов, включая отцов Юмы и Пэгана. Гэнг Мин, отец Пэгана, взял Юму к себе, якобы чтобы вернуть старый долг ее отцу, хотя на самом деле он просто присоединил его империю к своей. Сам Гэнг Мин не занимался воспитанием Юмы, но он проследил за тем, чтобы она получила лучшее образование. Пэган стал для нее старшим братом, которого она боготворила. Он, в свою очередь, всегда поощрял ее интеллект и безжалостность. Пол Деплер. Один из лидеров Королевской Армии Пэгана Мина. Пол Хармон, он же Пол Деплер, любящий муж и отец, живущий тихой жизнью где-то пригороде. На самом деле, Пол и правда работал на правительство. Он был специалистом по получению информации, проще говоря, пытал врагов государства. К несчастью, когда об 11 сентября начали забывать, Пола перевели на административную работу. Без привычного занятия он начал потихоньку сходить с ума и в конечном итоге был отправлен домой снимать стресс. Пол очень жесток, даже очень. Лангин, бывший военачальник, родом из страны, в которой разворачивались действия Far Cry 2, помешан на религии и назван в честь одного из святых. В данное время снабжает золотой путь оружием и припасами. Лангин сам признается о том, что раньше был военным преступником, и что он обрел бога после того, как чуть не погиб на гражданской войне в своей стране. Довольно харизматичный персонаж. И будет давать вам разные задания по поискам кладов. Хёрк, американский капитан баржи. Его основные увлечения — обезьяны, слоны и взрывчатые вещества. Работал вместе с Железеном Броди на Рукайленде во время событий в Far Cry 3, но позже перебрался в Керат и присоединился к повстанцам. Золотой путь — это мы! Парень, я ни хрена не понимаю, что ты там лопочешь. Я вашего языка не знаю, короче. Думаю, ты имел в виду, что обречена армия короля. А золотой путь — это мы. Чел, серьёзно? А я-то думаю, что это на меня все косяка давили, когда я про золотой путь говорил. Теперь вкурил. Окей. Новый план. Упреждающий удар кавалерии. Позови меня и бум. Мы с парнями поможем тебе. Или... Эм... Золотому пути. Золотому пути, точно. Мы с тобой тату, братаны. Ну, прям как в сказке. Давай, вперёд! Бум! Мне уже круто, ты бледноват что-то. Ничего, ты хоть и тормоз, но до цели доберёшься. Я верю. Увидимся ещё, братан. Лады! Двинем золотым путём! Да! Нур Наджар. Она сама по себе доктор. Работает на Пейгана Мина из-за своей семьи, которую Мин удерживает в заложниках. Ей поручено управление ареной Шанат в центральном регионе Кирата и контроль за производством наркотиков. Нур прилетела в Кират с мужем и двумя сыновьями. Пейган показал себя радужным хозяином, и всё было хорошо, пока не наступил день презентации. Оказалось, что грандиозный план Пейгана заключается в том, чтобы разрушить жизнь Нур и заставить её работать на него. Её семью взяли заложники. С тех пор Нур управляет ареной. Следит за тем, чтобы приходящие там поединки были достаточно жестоки, и похищает людей, которые впоследствии станут рабами или бойцами. Йоги и Реджи, мелкие мошенники и друзья главного героя. Они любители испытывать на Ажая свои наркотики, после которых мы отправляемся в другой мир. Изначально они обосновались в Бангкоке, куда приехали как туристы, но почему-то остались там надолго. В сезон они работали в барах, в остальное время делали всё, что угодно, лишь бы не возвращаться домой. Достаточно скоро они начали продавать траву туристам и изображать из себя гуру. В какой-то момент Реджи и Йоги оказались в Керате, и тут что-то пошло не так. Они неплохо зарабатывали на отчаящихся туристах, приехавших в страну в поисках внутреннего мира, и, вероятно, поэтому привлекли внимание Нур. Она-то им и помогла. Как умотать, как умотать? Не, приставки разные, а значения то же самое. А, типа, как сцепить и зацепить? Да. Вот, чёрт. Здравствуй, брат. Ты попал в обитель света, куда нет пути демоном внешнего мира. Расслабься. О, брат наш, он нам шивая, шивая. Он пришёл издалека, ему, ему нужны ответы. У нас есть ответы. И очень недорогие. Ага, за всё надо платить. Мне видится? Нам видится. Нам видится? Ты хочешь знать, кто мы? Да, я Йоги, а это Реджи. А ты, странник, ты... Ты сын легенды. Чё? Я вижу опасность. И мать с сердцем чернее ночи. А Джай Гейл? Приветствуй в нашем ошраме. Что привело тебя сюда? Это дом моих родителей. Не пойти ли вам? Что? А чё он нас выгоняет? Не знаю, спроси. Ты спроси. Эй, я тут. А, он тут. Молодец. Знает, где он. Входи же, не робей. Ну да, типа, чувствую себя как дома. А мы всё уберём. Вот прям буквально сейчас. Но сперва... Может... Выкурим трубку мира? Ну, пока мы тут перетираем. Ты же не откажешься, а? Думаю, мне и так неплохо. Так что вы тут делаете, а? А Джай, мы представляем интересы одного влиятельного деятеля. Да, она хотела бы устроить встречу. Типа, полный фуршет. Ты на первое. Ну, пряник не пошёл. Значит, нужен кнот. Эй! Какого чёрта? Бхатра. Молодая девушка из Керата. Бхатра росла во времена правления Паэганамина, когда в стране бушевала гражданская война. Её родители были членами Золотого Пути, поэтому игрушки и книги заменяли военные документы и оружие. Она повидала немало смертей и достаточно рано повзрослела. Несмотря на все тяготы, которые выпали на долю её семьи, она никогда не теряла самобладание и в любой ситуации сохраняла мужество. И так же Аджай проявляет к ней симпатию. Ну а теперь, как и обещал, что ж такое Золотой Путь? Золотой Путь организации Керат, который вводится против тирана Паэганамина и его армии, лидеры нынешней организации Амита и Сабал, а бывшие Махан и Ишуари Гейл. И, кстати, очень интересный факт. Золотой Путь реально существует, но не такой, как в игре. И на это можно закончить. Как обычно, все персонажи получились классными, крутыми и располагающими к себе. Ну и какая у них будет судьба, решать только вам. А всем остальным, пока-пока!